Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Я делала до этого видео обзоры томатов Настенька и Демидов в теплице, но вот теперь настала та прекрасная пора, когда урожая уже очень много, я его сняла и сейчас мы будем заниматься дегустацией. То есть я буду дегустировать эти сорта и буду делиться с вами впечатлением. Сорт Настенька в предыдущем видеоролике я продегустировала, можете посмотреть. Сейчас я буду дегустировать сорт Демидов. Я уже говорила в предыдущем ролике, что эти два сорта они похожи, видите как визуально. Они оба розовые такие красивые, оба рано могут вызреть, так что если вы хотите на будущий год получить ранний урожай, вам нужно выбирать именно вот такие сорта, как Настенька и Демидов, именно с толстыми стволами, детерминатные, которые быстро заканчивают формирование куста, вершкуются, быстро у них наливаются кисти, быстро идет созревание, у них все в ускоренном темпе. Это сорта среднеспелые, но они ближе к ранним. Они очень быстро из-за того, что низкорослые, у них все происходит быстро. Кисти начинаются после пятого листа, буквально если немножко его заглублять от самой земли. Видели у меня, кто фотографии смотрит из теплицы, такое впечатление, что томаты начинают плодоносить прямо от земли. Эти сорта, они очень похожи, но единственное, что Настенька покрупнее, у нее производителем заявлен вес до 300 граммов, а у Демидова 100-150. Но он более стандартный, они все кругленькие, идеальные такие, подходят для всего, универсальные, хоть солить, хоть сок делать, хоть в свежем виде. Вообще это сорт салатный и говорят, что очень вкусный. Вот я сейчас, так как у меня всего одна рука свободна, я, конечно, заранее все это разрезала, вот вам показываю. Если вы хотите действительно узнать, какой томат на вкус, то нужно выбирать самый спелый и самый такой созревший плод. Вот видите, у меня есть вот такого вот степени зрелости, а есть вот такие. Если вы хотите продегустировать, то возьмите именно вот такой плод. Я взяла самый спелый плод, его разрезала, попробовала. Могу вам сказать, что вкус ярко выраженный, помидорный, никакой нотки кислинки нет, вообще даже в помине. Он мясистый, сочный, очень приятный на вкус, ароматный. Так что он действительно подтверждает свое назначение, что это салатный сорт. Но кроме салата, как я еще говорю, может участвовать он во всех видах переработки. И кетчупа, и пасты, и соки, если у вас их много. Сорт очень урожайный, 9-12 килограммов с метра квадратного. А, я забыла заметить, что вот эти сладкие мои томаты, они все-таки выращивались в теплице, в хороших условиях. Если у вас будет холодный климат, или вообще у вас холодный регион, то возможно в открытом грунте будет присутствовать нотка кислинки. Но еще раз вам повторяю, что если вы вот до такой зрелости подождете, не будете срывать вот такие розовые томаты, то он обязательно будет сладкий. Это характеристика его сорта, это его как, его качество, он должен быть сладким. Вот сегодня я познакомила с сортом Настенька и с сортом Демидов. Если кто хочет заказать у меня эти семена, вы заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Набираете Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. У меня на странице в статусе есть статья, как заказать семена. Там все подробно написано, как заказать, сколько стоит, как пересылать. Все, все, все. Предоставлю вашему вниманию нынче 100 томатов. Буду все делать видеообзоры, печатать статьи и проводить дегустацию. И если будет томат кислый, то я вам честно признаюсь, что есть кислинка. Некоторые люди любят и с кислинкой. Особенно вот маленькие скороспелочки люди не дожидаются и едят кисленькие томаты. Ничего, любой томат он очень полезен. И вот эта самая кислота, она тоже нужна нашему организму. Тогда вам не нужно будет никаких лимонов. Будете кушать томаты и будете здоровы. До свидания. Желаю всем богатых урожаев.